Фестиваль духовной музыки Могутный Боже собрал в этом году яркую россыпь звездных исполнителей. Могилёв из Венесуэлы приехал и Херардо Эстрадо, всемирно известный дирижер и музыкант. Как оказалось, ещё и певец. Правда, узнали мы об этом спустя лишь какое-то время в интервью, которое дал Херардо Эстрадо. Какую оценку могилёвской капелли дал музыкант с мировым именем? А ещё, интересно, заслушаетесь ли вы его пением? Эксклюзив сегодня в программе «Интервью по следам». Херардо, здравствуйте. Здравствуйте. А как вам фестиваль? Для меня большое удовольствие участвовать в этом фестивале. И это уже действительно третий раз, третье участие в фестивале Могутный Боже. Причём не просто очередной, а это уже 20-й юбилейный фестиваль. Он необыкновенный фестиваль в том плане, что здесь темы касаются глубины души. Херардо, а как вам могилёвские исполнители? Можете им дать оценку? Понимаете, могилёвская капелла является одним из оркестров, который понимает, принимает очень хорошо, понимает и принимает латиноамериканский стиль, стиль латиноамериканской музыки. Однако хочется отметить, что когда мы прикасаемся к латиноамериканскому репертуару, произведениям Латинской Америки, этот оркестр действительно прикасается к душе латиноамериканской музыки. Он может это сделать. А где ещё знакомы с вашими талантами? Я думаю, вы не только в Белоруссии и Венесуэле выступаете. Я имел честь работать с различными оркестрами различных стран мира. Так, например, в Венесуэле я, кстати говоря, был главным дирижёром одного из симфонических оркестров в Венесуэле, штата Карабобо. Венесуэльскими оркестрами другими дирижировал. Что касается белорусских оркестров, я также дирижировал оркестрами различных городов Беларуси. Также была возможность стоять за пультом дирижёрским в Испании, в Аргентине. Принимал участие также в Румынии. Так что можно сказать, что я действительно дирижировал немалым количеством оркестров. Я думаю, что здесь нужно сказать в общем о белорусах, о их особенно отличительной черте, которую я заметил. Это распространяется в том числе и на музыкантов. То, что белорусы открытые люди. Открытые люди не просто к какому-то конкретному человеку, а открытые люди к международному общему диалогу, открытые к другим культурам. Они не просто открыты к другим национальностям, готовы с распростёртыми объятиями, открытой душой принять, понять новую культуру, то, что приходит новое. Вот эта простота белорусского народа его делает великим. Херардо, скажите, а вот каждый ли дирижёр может вот так свободно приехать в другую страну мира и с успехом выступить, поработая с каким-то, может быть, хоровым коллективом, капеллой? Вообще, вот вопрос общения дирижёра с оркестром, у него различные, так сказать, подходы к этому вопросу существуют. Но одна из самых важных, я считаю, это всё-таки связь дирижёра с оркестром. О чём я говорю? Не просто связь, а связь как вербальная, так и невербальная. То есть это нечто мистическое? Можно сказать и да, и нет. Но я хочу вот что добавить ещё. Техническая сторона, то есть качество дирижёра, это очень техническая сторона, это очень важно, без сомнения. Однако ещё важнее, когда дирижёр, он понимает, выступает в качестве инструмента, инструмента композитора. То есть он является инструментом композитора и тем самым доносит то, что хотел донести композитор до музыкантов, которые, в свою очередь, исполняют композицию музыкально. Хирардо, а какой у вас интерес ездить по странам мира и работать с разными коллективами? Ведь, по сути, можно было бы работать с каким-то одним, он бы работал под вашим патронажем. Это интересно. И получается так, что дирижёр, приезжая в какую-то другую страну, работая с другим оркестром, он понимает, он видит, что каждый оркестр – это сам отдельный мир. И каждый музыкант в этом оркестре – это ещё один отдельный мир. И поэтому ты в разных странах с разными оркестрами всегда сталкиваешься с различными обстоятельствами, которые так или иначе на тебя влияют, и ты влияешь на них. Хирардо, а когда вы для себя открыли Беларусь? Вот, буквально, приехав в Беларусь, по прошествии нескольких дней, у меня была возможность выступать, правда, не в качестве дирижёра, а в качестве солиста-скрипача с президентским оркестром Республики Беларусь, благодаря хорошему другу Виктору Бабарыкину. Я выступал там в качестве скрипача. И после самой части выступления оркестра мы смогли разделить время, пообщаться, смогли импровизировать вместе с музыкантами какие-то популярные композиции. Я тогда первый раз прикоснулся к белорусскому оркестру, тогда я смог на него взглянуть. И что восхитило тогда, когда вы впервые приехали в нашу страну, может быть, что-то понравилось очень, или как раз-таки наоборот? Душа белорусского народа, скромность белорусского народа, потому что это очень похоже на венесуэльскую нацию, на венесуэльский народ. Мы такие же скромные, как и белорусы. Мне понравился очень порядок, порядок в Беларуси. Он виден во всех, он виден везде, он присутствует везде, и он не мешает дышать свободно, не мешает чувствовать себя свободно в этой стране. Субтитры создавал DimaTorzok Херарда, чем живет сейчас Венесуэла? Что происходит там? Как отходит народ от потери? Ну, вы знаете, для Венесуэлы, естественно, потеря такого живого, энергичного человека, каким был Уго Чавес, это действительно большое переживание, большая трагедия. Мы не думали, что он уйдет так скоро от нас. Несмотря на все эти обстоятельства, венесуэльский народ, даже те, кто не совсем с симпатией смотрел на то правительство, смогли подняться над собой и выразить симпатию и понимание того, что случилось. Херарда, белорусы в горести и в радости всегда поют. Похоже чем-то венесуэльцы на нас? Наш венесуэльский народ очень музыкальный народ. И когда случается что-то нехорошее, скажем, он поет. Когда случается что-то хорошее, он также поет. И секрет всего этого заключается в том, что слова этой песни венесуэльской гласят о том, что венесуэльская женщина укачивает ребенка своего, младенца, напевая ему песню. Изначально государственный гимн Венесуэлы был колыбельной песней. И после стало государственным гимном Венесуэлы. Херарда, вы дирижер, скрипач, насколько мы узнали, кто еще? Ну, надо сказать, что в самую первую очередь я являюсь дипломатом Венесуэля. Я дипломатом венесуэльского посольства в Беларуси. Вот. И особенность в том, что я дипломат в области культуры. Моя область – это культура. Поэтому вот есть эти точки соприкосновения. Благодаря вот нашему послу Венесуэлы в Беларуси, Америка Диасуну, несут правительству также. И господин посол является художником. Он, да, он также артист-художник. В посольстве занимаюсь также… Есть коллективы культурные. Вот один из них – музыкальный коллектив. Для этого коллектива я пишу аранжировки, музыкальные аранжировки, то, что мне нравится делать. И, собственно говоря, эти коллективы существуют при латиноамериканском культурном центре. Если отдалиться от музыкальной темы и добавить еще какое-то хобби, интерес, то я бы, наверное, назвал это футболом. Хирада, какой в будущем вы хотели бы видеть Беларусь? Белорусский народ – очень талантливый народ, с большой жизненной силой. Поэтому я желаю белорусскому народу, белорусам, только лишь развития, только лишь роста. Чтобы при всем при этом они не забывали о своей аутентичности, о своем, чтобы они это берегли и любили. И обещанное, все-таки, напойте что-нибудь на своем родном, хотя бы отрывок. Беларусский народ – очень талантливый народ. Хирада, спасибо вам за беседу и удачного выступления. Спасибо вам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова